Вопрос о здании и развитии проектов по благоустройству территории, прилегающих к туристическим объектам, был рассмотрен на заседании правительства Тверской области. Глава региона Игорь Рудене подчеркнул, что в должном состоянии должна находиться не только та или иная достопримечательность, но и окрестности. Наша область давно заслужила славу одного из самых популярных среди туристов регионов. И благодаря красивой природе, и благодаря достопримечательностям. Однако, если, например, с Тверским императорским дворцом все понятно, здание и территория вокруг прекрасно выглядят, есть где присесть, отдохнуть, перекусить и купить сувениры, то с сотнями других мест надо еще работать и работать. Для исправления этой ситуации правительство Верхней Волжи предоставит муниципалитетам финансовую поддержку. Чтобы все муниципальные образования, вне зависимости от бюджетной обеспеченности, смогли принять участие в этой работе. Потому что вопрос благоустройства, он актуален для всех муниципальных образований, вне зависимости от экономических возможностей и формата. Поддержка будет предоставляться проектом обустройства сервисных туристических зон на территории, находящейся в непосредственной близости к достопримечательностям. Доля софинансирования для муниципалитетов составляет всего 1%. Средства можно направить на освещение, установку стендов с туристической информацией, урн, контейнеров, туалетных модулей, а также на обновление покрытия для остановки транспорта. Все это особенно важно для достопримечательностей, находящихся в отдалении от цивилизации, например, исток Волги или Ширково-Погоста. Ширково-Погост — это такое, я считаю, символическое место. Там сама энергия, озеро, территории вокруг, вот эти два храма. Там даже местные предприниматели активно очень интересуются этой территорией, готовы там проводить различные мероприятия и программы. В число критериев оценки проектов, которые предоставят муниципалитеты, наличие познавательной исторической и культурной ценности объекта, рядом с которым будет проведено благоустройство, а также приспособленность его для посещения маломобильными группами граждан.